Этаурайские парашютисты готовятся к выезду в село Увад, где совершат прыжки. Кто-то впервые почувствует адреналин, а более опытных ожидает задача посложнее. Уже третий год подряд десантники 1-го нефтяного посвящают прыжки подвигу 6-й роты. В 2000-м, в конце февраля, 90 бойцов 104-го полка вступили в ожесточенное сражение с боевиками. Бой завязался в районе Аргунского ущелья. В результате погибли 84 десантника. Потери врага порядка 400 террористов. Идея родилась спонтанно, потому что мы очень часто прыгаем с служащими запасами. Не только ребят, отслуживших 2 года, но и люди, которые посвятили практически свою жизнь. Общаясь с ребятами, у меня родилась такая идея, что нужно в памятную дату, то есть 20 лет погибшей в роте было в 2020 году, мы впервые совершили прыжок с оружием, то есть в масхалатах полностью экипировавшись для выполнения боевой задачи. Памятный прыжок сложнее обычного. Это скорее можно назвать мини-учениями. Здесь важно не просто прыгнуть, а проиграть реальную ситуацию, когда бойцы получают боевую задачу и выполняют ее. В чем заключался прыжок? Была построена так называемая якобы разведгруппа в масхалатах, которой я был старше, докладывал подполковнику запаса ВДВ. Он ставил в группе боевую задачу закрепиться на высоте, на которой 6-я рота удерживала высоту, высота 7-7-6, и удерживать высоту до прихода основных сил. То есть в чем это трудность? Во-первых, при десантировании с оружием нужно немножко голову отводить в сторону, так как у тебя часть автомата выходит из запасного парашюта, и при приземлении определенные действия. То есть чтобы группу не разбросало, как прыгают в гражданском варианте, отделением интервала между 3 секунды, группа прыгает в плотном режиме, чтобы приземлиться в плотной точке.